Здарова, ребят! Сегодня пятница, 25 декабря, скоро Новый год, а это рубрика Вот это новости, и давайте я вам расскажу, что интересного в танках происходит и будет происходить в будущем. Это несложно предсказать, поэтому присаживайтесь поудобнее, намазывайте бутербродики, и погнали! Итак, ребят, с 25 декабря на 7 дней, то есть до утра 1 января, до 9 часов утра 1 января, в продажу последний лот праздничного календаря поступает, это то, что вы видите на экранах, я думаю, вы уже это все в курсе, а если не в курсе, знайте. Объект 703, вариант 2, советская двустволка в продаже. Позитивный момент, танк неимоверно хорош, и если мне не изменяет память, ранее его можно было только из коробок выбить на прошлый Новый год. Может быть, в течение года и продавался, но что-то не припоминаю. В любом случае, машина редкая и крайне хорошая, мне она очень нравится. Негативный момент, лот доступен только за реальные деньги, за голду его купить нельзя. В России это 2330 рублей. Самый минимальный пакет, но это не только танк, туда еще всякая нишура входит. Смотрите сами, думайте сами, 7 дней с 25 числа у вас на раздуме есть, но уже по сути 6 дней. Вот, принимайте решение, нужен он вам или нет. Жаль, что, конечно, не за голду, но, тем не менее, картоха хорошие танки, видимо, решила продавать за реал. Блин, ребят, я предупреждал. Как минимум первые новости у нас сегодня крайне будут противоречивы, кого-то они дико обрадуют, кого-то расстроят. Обычно происходит это таким образом, что расстраиваются те, кто хочет, но по той или иной причине не может. Так вот, например, следующая новость будет крайне, на мой взгляд, интересна тем, кто подключен к программе лояльности Сбербанка. Дело в том, что если у них, ну точнее у вас уже, есть бонусы спасибо, то всего на один день, всего на один день, 26 декабря, можно будет, этими бонусами спасибо, закрыть 99% стоимости больших новогодних коробок. Да-да, тех самых больших новогодних коробок и даже пакетов с этими коробками, с которых имущество выпадает, ну зачастую, как минимум не меньше, чем стоимость этих самых коробок, а зачастую еще и может даже прям техника восьмого уровня. Что я вам рассказываю про большие коробки, вы все отлично знаете. Правда, ребят, это не на сайте Wargaming можно будет сделать, а на специальном сайте, но этот опять же официальный партнер Wargaming, то есть ничего не переживайте, ссылку я оставляю в описании. 26 декабря владельцы, соответственно, программы лояльности, спасибо, могут воспользоваться этим предложением. Как я и сказал, ребят, для тех, у кого есть, эта новость крайне позитивная, у кого нету, ну, скорее всего, вы сейчас расстроились. Я просто знаю, что многие, кто пользуется этой программой лояльности, как раз-таки часто думают, а на что можно эти бонусы потратить, вот, пожалуйста. Если вы не заметили, я вам уже новости из будущего рассказываю, но это как бы небольшой секрет. Также, ребят, 26 декабря начинается шестой сезон реферальной программы 2.0. Еще раз говорю, я вам об этом уже рассказывал и заранее предупреждал, чтобы вы закрыли пустые слоты, если они у вас не использованы в качестве, ну, рефералов, никого не пригласили. Завтра у вас, 26 декабря, заберут все неиспользованные слоты и начислят два новых. Все. Также дадут возможность, помимо всех тех прем танков, которые там были, в награду получать Т-54 первый образец. Значит, если вы хотите в эту рефералку прийти за премом, просто приходите и сколько у вас времени уйдет, столько уйдет. Если вам конкретно нужны танки под трейд-ин, вы выкачиваете млешку, берете млешку и ждете трейд-ин, чтобы поменять млешку с максимальной выгодой, потому что млешка в голде самый дорогой прем из всех, что там представлено. Я не просто так про трейд-ин вспомнил, достоверной информации, разумеется, у меня вот по этому вопросу нет, но я посмотрел новости за предыдущие годы, да и, в принципе, логику включите. Новогодний календарь, люди в ограниченное время должны принять решение, хотят они купить этот прем или нет, тем более большинство лотов за голду можно приобрести, люди скупают премы, а потом оказывается, что им эти премы не нравятся, или там из коробок им выпадают премы, которые им нафиг на самом деле были не нужны. Куда их не играют, лежат бессмысленно. Что с ними сделать? Правильно сдать обратно в ВГ. Короче, я посмотрел новости, обычно после новогодних всех мероприятий, где-то в середине января, появляется у нас трейд-ин. Не знаю, будет ли в 21-м году в январе трейд-ин или нет, но, тем не менее, как бы, держите это в голове, вполне возможно, он там будет и появится. Также, ребят, если мы уж пошли по традициям, хотя, наверное, знаете, не будем пока в традиции далеко забегать, есть еще одна вещь, которую я вам хочу сказать, потому что ее срок выходит. Мало ли кому-то потребно. Я уверен, вот, ребят, не ставьте диск, пожалуйста, я уверен, большинству из вас эта новость не нужна. Но, тем не менее, есть люди, которые даже там пару тысяч голды будут рады видеть на своем аккаунте или премиум-дни. Короче, в самолетик идет акция до 28 декабря, то есть время еще есть. Задача простая. На самолетиках от четвертого уровня, не самый высокий уровень, признаемся, да, нужно суммарно набить 50 тысяч очков этих самолетных славы, по-моему, они называются или как-то так. В среднем, чтобы вы понимали, за бой вывозится где-то 5 тысяч очков, ну, более-менее нормального игрока, то есть ни у плохого, ни у хорошего. Вот. Получается, здесь 10 боев слетать придется, и вам за это дают трофеи. Обычные трофеи, трофеи и уникальные трофеи. Вот с трофеев и уникальных трофеев может выпасть только самолетное имущество, которое вам, по сути, в танках нафиг не нужно. Но может выпасть и свободный опыт, который в танках одинаковый. Могут выпасть не обычного, ребят, обычного, это важно, премиум-аккаунта, не танкового. То есть он дает тоже дополнительный фарм, но там карту не сможете дополнительную выключить, и вот это вот все. И, самое главное, может выпасть игровое золото, вплоть до 10 тысяч игрового золота. Только имейте в виду, что это полнейший рандомайзер. Кому-то может жирно повезти, а кто-то может со всех трофейных коробок, которые вы получаете в самолетиках, не получить ничего, чтобы ему потребовать в танках, я имею в виду, прем или золото. То есть, на свое усмотрение, просто говорю, что такая возможность есть. Некоторые об этом не знают, и некоторые хватаются даже за такие возможности, потому что многие люди сидят дома, заняться нечем, ну и что, на халяву-то получить внутрьигровое ценное имущество, почему нет? Я объяснил свою позицию, объяснил, почему я рассказываю про эти новости. Надеюсь, вы адекватные люди и поддержите мое стремление держать вас в курсе лайкоса. Идем в будущее, уже в январские праздники, ребят, обычно Wargaming любит на новогодние праздники давать Х5 опыта. Напоминаю, сейчас грядет битва блогеров, я выпустил видос, в котором он рассказал, какие танки лучше всего к битве блогеров прокачать, да, если у вас их нет. Да и вообще, вы же, ну, наверняка не все танки выкачали в игре, поэтому, ребят, воспользуйтесь Х5 новогодним, помимо всех бустов, которые вам еще и ангар дает. Не забывайте про эти слоты, в том числе и слот Чака, там самые ценные, это для СТ и ТТ, это в два раза больше опыта с боя можно вывозить. Кстати, этот опыт можно же автоматически и в опыт экипажа, галочку поставив, переводить. Лайфхаки, лайфхаки. Помимо Х5 опыта, обычно еще на новогодние праздники завозят в подарок дни танкового премиум аккаунта, обычно это боевые задачи, что-то типа сыграть, один бой. Так что, ну, просто галочку для себя ставьте. Это еще не 100% информация, но я не думаю, что картоха зажмет, ну, серьезно. А также обычно еще и акции на приобретение оборудования и расходок, ну, за серебро, скидки на них. Поэтому, если у вас сейчас нет серебра, лучше подкопить, чтобы какое-то оборудование на танк взять. Вот, у вас еще есть неделя до Нового Года. Кстати, до Нового Года остается неделя. Ну, в принципе, по-моему, все новости, какие хотел, я рассказал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok